Так, небольшой апдейт по биткоину, по TRDR, как часы сработали с новопродажи, посмотрите, вот здесь, на двухчасовике, они появились на часовике, и мы видим красную свечку, и все еще возможен, ребята, вот такой вариант более вероятен, на самом деле, со спуском к 40 тысячам, или даже к 39, судя по стакану, туда, по крайней мере, лететь гораздо легче, чем пампить цену выше, сейчас 47 там и так далее, да даже 45, поэтому чё? Вот мы и видим реакцию цены в моменте, но возможно, что это все фигня, потому что нас зажали просто в боковике, мы ходим в этом канале, мы можем пойти верхнюю границу тестировать и еще рисовать здесь блоки продавца, то есть цену двигает не лимитный покупатель, а рыночный, и мы его в стаканах не видим, поэтому лимитные заявки нам дают понимание просто, где уровни, от которых статистически у нас плотность, и вот и все. Поэтому, что я делаю, я сокращаю лонг позиции в такой момент, жду и потом перезахожу, вот по дэшу неплохо зашел, вчера скальплю, половиной вышел уже, вот то, что здесь купил, и стою, смотрю, может быть будет откатик куда-нибудь на 33 с чем-то там, например, там перезайти. То же самое по всем остальным монетам, но биткоин, на мой взгляд, уже более перекуплен локально, и уже мы наблюдаем какой-то откат по нему, скорее сейчас какую-нибудь Солану, Солану можно шортануть, ну не прямо сейчас, ну хотя может быть и прямо сейчас, кстати. Я по ней вышел по стопу на микрошорт, вот у меня стоят заявки повыше. А на Атом и Селарчик я лонги держу, и вообще на Альты, которые еще не улетели, лонги я держу. На Мекси, на инверсных контрактах, на Байбите. Такая стратегия, короче, выходим из того, что улетело, и продолжаем набирать то, что не улетело. Лайткоин все еще актуален, как и Дэш, и XLM, и все остальное. Альт-сезон все еще набирает обороты, ребята, поэтому реально имеет смысл сейчас захеджироваться, часть битка перелить в нормальные монеты, которые еще не улетели. Не, ну хотите, лонгуйте, Солану, Инжектив, не вопрос, просто я так не делаю. А вы делайте как хотите, ставьте лайк обязательно. Нир протокол, просили посмотреть еще, давайте глянем, Нир протокол. О, и Нир протокол все зашевелился, вот об этом я вам и говорю, нужно сидеть в тех монетах, которые еще не улетели. Но, в принципе, Нир протокол, 4-х часовик, уже сильный памп и дневка. Но дневка нет еще, смотрите, дневка. Мы просто пришли, мы пробили уже даже свой уровень сопротивления, вот этот, в 3 доллара где-то, и идем выше. Следующий уровень сопротивления, вот он, 6 долларов по Ниру. Так что, вот что, поздравляю всех, кто в ракете. Я думаю, что добирать на откатах еще его можно тоже. Кандалвейв, часовик, покупка. Но, как я уже и говорю, здесь плотность продавца больше, чем плотность покупателя. Поэтому будьте осторожны, коррекция в любой момент. Стопы подтягивайте, много не жадничайте. Но вдолгу, если вы не трейдер, а если вы ходлер, то помните, что мы только-только начинаем расти. Мы еще даже не вышли из накопительного канала по логарифмической регрессии. То есть, нам еще есть куда расти в разы. И если альцезон случится, вернее, когда он случится, это будут не десятки, это будут сотни иксов по многим монетам. Так что, держите крепче свой портфель. Торгуйте осторожно. Ссылка на TRDR, Кандалвейв и все остальное в описании. Лучшие биржи, Пайбит, Мекси и все остальные. Спасибо, что смотрите. И всем профитроли. Подписывайтесь к нам в Телегу обязательно. Подписывайтесь на канал. И скоро увидимся. Пока.